Давным-давно в далёкой-далёкой стране жила одна пара. У пары этой не было детей, но они мечтали о маленькой девочке. Через некоторое время молодая женщина узнала, что ждёт ребёнка. Счастью её не было предела. Однажды, сидя у окна, она вдруг увидела зелёные листья салата в прекрасном саду по соседству. С той поры она не могла думать больше ни о чём ином. «Я умру, если не смогу попробовать эти листья салата». Женщина потеряла аппетит и ужасно пофудела. В конце концов, однажды её супруг настолько обеспокоился, что пообещал своей жене принести пучок листьев салата из волшебного сада. «Не переживай, моя дорогая, я принесу тебе листья в салата». «Но ты же знаешь, это очень опасно!» Дом по соседству принадлежал могущественной ведьме, и сад был окружён высокими стенами. Никто не решался войти в этот сад. Однако супруг собрал всю свою силу и смелость в кулак и взобрался по неприступной стене. Он вошёл в сад и набрал целую охапку листьев салата. Его жена поела их с огромным удовольствием. Ей стало немного лучше. Но, к сожалению, одной охапки было слишком мало. На следующий день муж снова пошёл в сад, но на этот раз ведьма поджидала его. «Как посмел ты войти в мои владения и украсть мой салат?» «Моя жена беременна, и она жаждет ваш салат как ничто другое». «Но ты мог попросить моего разрешения!» «Но ведь все боятся тебя! Я не думал, что ты могла бы разрешить мне взять его! Прости меня!» «Простить тебя!» «Ты поплатишься за это!» «Если моя жена не сможет поесть твоего салата, она заболеет и не сможет родить ребёнка! Прошу тебя!» «Хм...» «Тогда как насчёт сделки?» «Ты возьмёшь столько салата, сколько тебе нужно, но только при одном условии. Как только родится твой ребёнок, ты отдашь его мне!» Дрожа от страха, муж мгновенно согласился. Через несколько месяцев ребёнок появился на свет, а вскоре после этого ведьма пришла и забрала его. Она назвала малышку Рапунцель, потому что так назывался сорт салата, без которого не могла жить во время беременности мать девочки. Ведьма тщательно охраняла ребёнка. Когда Рапунцель исполнилось 16 лет, она стала очень красивой юной девушкой. И ведьма поселила её в башне посреди леса. Эта башня не имела лестницы, только одно маленькое окошко было у самой её верхушки. Ведьма никогда не стригла прекрасные, золотистые волосы девочки. Когда она приходила навестить Рапунцель, она кричала снизу. «Рапунцель, Рапунцель, спусти свою золотую косу! Это твоя мама, милочка!» Рапунцель спускала свою длинную косу через маленькое окошко, и ведьма поднималась по её волосам на вершину башни. Это продолжалось много лет, но однажды прекрасный принц пришёл в лес поохотиться. Он услышал чудесный голос, поющий вдалеке среди деревьев. «Что это за чарующий голос?» Подумал он и направил свою лошадь туда, откуда раздавались волшебные звуки. Оказавшись у башни, в которой жила Рапунцель, принц огляделся, но не увидел ни лестницы, ничего другого, что могло бы помочь ему взобраться на вершину. Очарованный красивым голосом, принц начал приходить к башне каждый день, но не мог придумать, как взобраться наверх. Однажды вечером он снова пришёл к башне и увидел у её подножия ведьму. «Рапунцель, Рапунцель, спусти свою золотую косу! Это твоя мама, милочка!» Рапунцель спустила свою длинную золотую косу через маленькое окошко и, как по канату, по ней взобралась ведьма на вершину башни. На следующий день, сразу после заката, принц снова пришёл к башне. Он изменил свой голос и крикнул «Рапунцель, Рапунцель, спусти свою золотую косу! Это твоя мама, милочка!» «Рапунцель, Рапунцель, спусти свою золотую косу!» Увидев впервые в жизни кого-то, кроме ведьмы, девушка сначала испугалась. «Ты не моя мама!» «Почему ты пришёл сюда?» «Тебе не нужно бояться!» «Я услышал твоё пение и влюбился в твой голос!» «Я просто хотел узнать, кому он принадлежит!» «Не нужно бояться!» Рапунцель очень понравились слова принца, и она перестала бояться. Какое-то время принц приходил к башне каждый день, и ведьма ничего не знала об этом. Но однажды принц попросил руки Рапунцель. «Ты выйдешь за меня замуж?» Рапунцель с радостью согласилась стать женой у прекрасного принца. Но у неё не было способа выбраться из башни. Внезапно ей пришла в голову прекрасная идея. Принц стал приносить кусочек ткани каждый раз, когда приходил к башне. А Рапунцель связывала кусочки вместе, чтобы получилась верёвка. Но однажды Рапунцель допустила большую ошибку. Она нечаянно обмолвилась. «Мама, принц поднимается по моей косе быстрее, чем ты!» «Какой принц?» «А-а-а-а!» «Какой принц?» В этот миг ведьма поняла, что девушка что-то от неё скрывает, и стала бронить её. «Как ты могла предать меня? Я хотела защитить тебя от зла этого мира!» Не в силах справиться с гневом, ведьма отрезала прекрасную золотую косу Рапунцель и отправила девушку в далёкую-далёкую пустыню. В этот вечер ведьма осталась в башне и стала поджидать принца. Вскоре она услышала его голос. «Рапунцель, Рапунцель, спусти свою золотую косу! Это я, принц!» Ведьма спустила косу, которую отрезала у Рапунцель. Не подозревая, что ждёт его наверху, принц начал карабкаться по косе. Когда он поднялся, он увидел ведьму вместо Рапунцель и понял, что случилось нечто ужасное. Ведьма начала колдовать, принц попятился назад и выпал из окна башни. Благодаря тому, что упал в кусты, что росли у подножия башни, принц остался в живых. Но ветви кустарника выкололи ему глаза, и он не смог больше ничего видеть. Ослепший принц ходил по лесу со слезами на глазах и искал свою Рапунцель. Он питался травами и дикими фруктами и забрёл так далеко, что в конце концов оказался в пустыне, в которой жила Рапунцель. И тут случилось невероятное. Он услышал пение и узнал этот чарующий голос. «Рапунцель, моя Рапунцель!» Он взволнованно закричал «Рапунцель, Рапунцель, Рапунцель!» Рапунцель тоже узнала голос принца и закричала в ответ «Мой принц!» В конце концов, они нашли друг друга. Увидев принца, Рапунцель обняла его, обливаясь слезами радости. И внезапно случилось чудо. Глаза принца открылись. Он прозрел. Увидев это, Рапунцель ещё сильнее заплакала от счастья. Вместе они пришли в королевство принца, где люди радостно приветствовали их. С тех пор Рапунцель и прекрасный принц жили долго и счастливо. Давным-давно в королевстве полном счастья и радости жили король с королевой. Они мечтали только об одном — чтобы у них родился ребёнок. Король и королева были очень добрыми людьми и в глубине души знали, что однажды их мечта исполнится. В один прекрасный день она действительно сбылась. Судьба наградила их маленькой дочкой. Она была красива, как солнце, личико её сияло, как день. И они назвали маленькую принцессу Заря. Король и королева решили устроить большой бал в честь рождения дочки. Были приглашены все жители королевства, даже феи из волшебного леса. Но счастливые родители сделали большую ошибку, забыв пригласить одну особенную фею. Все подданные, а также короли и королевы соседних королевств дарили свои подарки и наилучшие пожелания Заре. И последними вручали свои подарки двенадцать фей. Взмахивая волшебными палочками, они дарили Заре всё, чего она только могла пожелать в этом мире. И вот остались только три феи, которые ещё не успели вручить свои подарки. Пусть красота мира будет с тобой всегда! Маленькая принцесса, мой подарок – вечное счастье! Пусть тебе никогда не будет грустно и всегда будет весело! И в тот момент, когда свой подарок должна была вручить последняя фея, случилось непредвиденное. Бальная зала наполнилась зелёным дымом. И когда он рассеялся, все увидели чёрную фею. Король спросил, кто эта фея, которая нарушила прекрасную церемонию? Другие же феи сразу узнали её. Это была злая чёрная фея. Что ж, я вижу, все приглашены. Все люди в королевстве. Ваши друзья, короли и королевы и даже феи. Но, к сожалению, я не приглашена. Король попросил у неё прощения за невнимательность. Что ж, я не оставлю эту маленькую красивую принцессу без действительно особенного подарка. Самая красивая принцесса будет расти окружённая счастьем, любовью и восхищением. Но в день своего шестнадцатилетия перед закатом солнца она уколет палец о веретено и умрёт. «Схватить этого монстра!» закричал король, но чёрная фея уже исчезла со зловещим хопотом. Наступила очередь последней феи дарить подарок. Она не была так могущественна, как чёрная фея, но могла хотя бы облегчить злое заклятие. «Я не могу предотвратить заклятие, но я могу сделать так, что ты не умрёшь, а лишь заснёшь глубоким-глубоким сном и пробудет тебя поцелуй любви. Вот мой подарок тебе! Король с королевой в попытке предотвратить ужасное приказали собрать и сжечь во дворе замка все веретёные прялки и даже всё, что напоминало веретёна. Принцесса росла красивой и доброй девочкой, которую все любили. Её отец, король, приказал трём феям заботиться о заре и защищать её. А это было заданием не из лёгких, потому что озорная девочка не слушалась даже фей. Она выросла настоящей красавицей. Феи охраняли её, как зеницу ока, но в конце концов наступил день шестнадцатилетия принцессы. День, о котором говорила злая фея. До заката нужно было сделать всё, чтобы не сработало её заклятие. Король и королева старались, как могли, предотвратить ужасное событие, чувствуя в то же время, что оно может произойти. Они заперли принцессу в комнате, чтобы защитить её, но не зная, что происходит, Заря не хотела сидеть в заперти. И тут вдруг в стене появилась дверь. Заря никогда её раньше не видела. Она услышала за дверью странные звуки, которых раньше не слышала. Сгорая от любопытства и не зная, что её ждёт, она открыла дверь. Дверь вела в тёмную комнату, в которой спиною к Заре сидела женщина. Она пряла. Заря, как заворожённая, смотрела на прялку и ещё не успела зайти солнце, когда проклятие чёрной феи сработало. Заря подошла к веретену. Одно прикосновение, и девушка уколола пальчик, упала и погрузилась в долгий, непробудный сон. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Девушку нарядили в самое красивое платье, а постель её украсили цветами. Отныне все называли Зарю спящей красавицей. Король и королева не в силах справиться с тоской, решили погрузить в сон весь замок до пробуждения принцессы. Субтитры создавал DimaTorzok Прошло сто лет, и однажды прекрасный принц проезжал мимо замка, заросшего терновником и плющом. Слуга рассказал ему историю этого замка и поведал о спящей красавице. Принца взволновал рассказ слуги, и он решил попасть внутрь. Терновник был непроходимым, он сделал замок почти недоступным, но принц, не сдаваясь, рубил своим мечом направо и налево, прокладывая себе путь. В конце концов, он подошёл к воротам замка, у которых спали двое стражников. Открыв двери, принц был поражён тем, что увидел. Повсюду спали люди. Он обошёл весь замок и заглянул в тронную залу. Король с королевой тоже спали. Вскоре принц увидел комнату, дверь которой была приотворена. Это была комната спящей красавицы. Она спала на кровати, украшенной цветами. Принц подошёл к кровати, посмотрел на прекрасную принцессу и, наклонившись к её уху, прошептал. Так вот ты какая спящая красавица, как же ты прекрасна. Принц почувствовал, что любовь наполняет его сердце. Он поцеловал принцессу в лоб. И в этот момент она открыла глаза и увидела прекрасного принца. С её пробуждением от столетнего сна пробудился весь замок. Король и королева были вне себя от радости. Проснувшись, они сразу побежали в комнату зари и увидели свою прекрасную дочь, проснувшуюся, полную радости и счастья. Принц предложил спящей красавице стать его женой. Принцесса с улыбкой согласилась. Король, конечно, ждал своё благословение спасителю принцессы и всего королевства. Они сыграли самую красивую свадьбу, какую только видел свет, и жили с тех пор долго и счастливо. Давным-давно в большом замке жила прекрасная принцесса. Однажды отец-король подарил ей на день рождения золотой шарик. С днём рождения, доченька! Спасибо, отец! Принцессе очень нравился золотой шарик, и она проводила всё время в саду, играя с ним. В один из дней принцесса вышла погулять с шариком и стала играть, подбрасывая его. Заигравшись, она не заметила, как оказалась у пруда. Вдруг, подбросив шарик в очередной раз, она не смогла его поймать, и он покатился по траве. Мой шарик! Принцесса побежала за своим золотым шариком, но он катился всё быстрее и быстрее, пока в конце концов не упал в пруд и не ушёл на дно. О, нет! Принцесса села у пруда и заплакала. Мой чудесный волшебный шарик! Как я теперь верну его назад? Вдруг она услышала голос. Ква! Она огляделась, но не смогла понять, откуда раздаётся голос. Ква! И вдруг она увидела перед собой лягушку. Она сидела у пруда и смотрела на принцессу. Это был её голос. Лягушка прыгнула к принцессе и спросила. Моя прекрасная принцесса, почему ты плачешь? Принцесса очень удивилась, увидев говорящую лягушку. Говорящая лягушка? Как это возможно? Да, я умею говорить. Скажи мне, прекрасная принцесса, отчего ты плачешь? Придя в себя, принцесса рассказала лягушке о своей печали. Мой любимый золотой шарик, подаренный отцом, упал в пруд. Он уже на самом дне. Как я теперь верну его назад? лягушка прыгнула еще ближе к принцессе и предложила. Моя милая принцесса, я принесу назад твой шарик, но когда я вернусь, я попрошу тебя об одолжении. Принцесса стала любопытна. Что за одолжение? Я бы хотела, чтобы ты стала моим другом и взяла меня с собой жить во дворец. Принцесса, подумав, согласилась. И лягушка, прыгнув в воду, скрылась из виду. Вскоре она появилась с золотым шариком и бросила его принцессе. Получив назад свой шарик, принцесса радостно побежала обратно во дворец. Увидев, что принцесса покидает ее, лягушка крикнула Прекрасная принцесса! А! Ты забыла обо мне? Ты обещала взять меня с собой в замок! А принцесса весело смеясь закричала издалека Ха-ха-ха-ха! Как может такая уродливая лягушка представить, что будет жить с такой прекрасной принцессой, как я? Принцесса оставила лягушку и вернулась в замок. Вечером король, королева и принцесса собрались за ужином. Но едва приступив к еде, они услышали стук в дверь. Служанка объявила, что у порога лягушка, которая просит разрешения войти и утверждает, что была приглашена принцессой. Король удивленно спросил дочь. Не хотела бы ты рассказать, в чем дело, дочка? Эм, папа, эм... И принцесса рассказала обо всем, что случилось утром у пруда. Если ты обещала лягушке пригласить ее во дворец, ты должна сдержать слово. Король приказал служанке впустить лягушку. Вскоре дверь открылась, и маленькая лягушка появилась на пороге и в несколько прыжков оказалась у стола. Добрый вечер всем. И спасибо, мой король, что разрешил мне войти. Один большой прыжок, и лягушка оказалась у тарелки принцессы. Принцесса же посмотрела на лягушку безрадостно. Король приказал принести тарелку для лягушки, но гостья остановила его. Нет, не нужно тарелки. Я могу поесть тарелки принцессы. Ква! Лягушка стала есть тарелки принцессы. Принцесса разозлилась, но промолчала, подумав, что в конце концов лягушка уйдет после ужина. Но лягушка не собиралась уходить после ужина. Когда принцесса встала из-за стола, лягушка последовала за ней. Через некоторое время лягушка захотела спать. Как я устала! Я бы с удовольствием поспала в твоей кровати, если ты не против. Боясь разочаровать отца, принцесса согласилась и на это. Лягушка прыгнула на кровать принцессы и положила свою голову на ее мягкую подушку. Стараясь не показывать раздражение, принцесса легла рядом и уснула. Утром лягушка разбудила принцессу. Доброе утро, моя прекрасная принцесса. У меня есть еще одно желание. Если ты его выполнишь, обещаешь, что я сразу уйду. Услышав, что уродливая лягушка скоро уйдет, принцесса очень обрадовалась, но не показала виду. Хорошо, что теперь? Лягушка посмотрела ей в глаза и сказала. Я хочу, чтобы ты поцеловала меня, моя принцесса. Принцесса вне себя от ярости вскочила с кровати. Как ты смеешь? Это невозможно! Улыбка на лице лягушки исчезла, и слеза скатилась с ее щеки. Принцесса немного подумала. Ну что ж, всего лишь маленький поцелуйчик. Подумаешь, зато я не увижу ее больше никогда! И она поцеловала лягушку. Как только принцесса это сделала, комната озарилась ярким светом. Ослепленная принцесса не могла ничего видеть, но через мгновение свет погас, и принцесса огляделась вокруг. И тут она застыла от изумления. Лягушки не было, а на ее месте стоял прекрасный юноша. Принцесса не поверила своим глазам. Пораженная случившимся, она спросила, «Кто ты и что случилось с лягушкой?» «Моя прекрасная принцесса, я принц далекой страны. Злая ведьма наложила на меня заклятие и превратила в лягушку. Чтобы разрушить заклятие, я должен был провести ночь рядом с принцессой, добиться от нее поцелуя. Если бы не ты, я бы навсегда остался лягушкой. Изумленная принцесса была счастлива. Вместе они отправились к королю и рассказали о произошедшем. Что ж, доченька, это второй урок, которому научила тебя лягушка. Мы не должны судить о других по их внешнему виду и осуждать их, не зная всей правды». Принц и принцесса решили прогуляться до пруда, у которого они встретились впервые. «Моя принцесса, не хочешь ли ты выйти за меня замуж?» Принцесса улыбнулась и кивнула, приняв предложение принца. Вдруг тишину нарушил пронзительный звук. Оглядевшись вокруг, они увидели, откуда шел звук. У пруда сидела лягушка и смотрела прямо на них. Принц и принцесса, затаив дыхание, стали ждать, что она вот-вот заговорит. Но этого не случилось. Они засмеялись. «Не волнуйся, лягушонок, я уверен, ты тоже однажды найдешь свою принцессу». И они снова засмеялись. Вскоре после этого принц и принцесса поженились и жили долго и счастлива! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова